МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У шоу Бенни Хилла наконец появился достойный конкурент. Саммит Брикс в Казани. Тут была и бессмысленная беготня, и упоротые актеры, и шутки ниже пояса, и идиотские монологи. Ах, сегодня мы что-то опоздали лет на 15. Они не смогут установить развитие Китая. Специалисты уже спорят, кто претендует на звание главного Бенни. Пыня или, может, Антоша? Ответать русского каравая с татарским Чак-Чаком, пожать руку Путину и обняться с белорусским диктатором. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел два насыщенных дня на саммите Брикс в Казани. Хотя Чак-Чирик тоже заслужил. А у вас в Белоруссии есть квадроберы? Ну, ходят в эти, это же маски эти. Ну, да. А эти квадроциклы эти у нас, у нас их пока нет. Честное слово. Спасибо вам огромное. В принципе, мероприятие удалось. Весь мир смог наконец увидеть в полном составе цирк Шапито. Тут были и карлики, и злые клоуны, и усатые женщины с очень ловким языком. А зачем твои дети учат китайский? А мне кажется, ответ на это очевиден. Потому что Китай, мало того, что древнейшая цивилизация мира, так мир фактически начался китайцем. И, видимо, Китаем, и, видимо, Китаем закончится. Все мероприятие было задумано и проведено лишь с одной целью. Показать, что Россия еще, ого-го, цветет и пахнет. А у Путина все идет по плану с опережением графика. И времени на раскачку нет, потому что они еще ничего не начинали. То мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Перед приездом сборной диктаторов Казань тщательно очистили от трупов СВОшников, которыми завалена вся Россия. Выгнали из города всех бомжей, инвалидов и некрасивых детей. Запретили ездить на отечественных мусорных баках, покрасили траву и завесили старые хрущевки плакатами с Тадж-Махалом. Казань превратилась в абсолютно стерильное место, в котором вредоносные бактерии находились только непосредственно на саммите. Ну и в носу Сергея Лаврова. Даже как и с другими алисорсными бригами тоже имеются существа. Хотя, скорее всего, Лавров пытался выковырять из своего сопла величие России, чтобы продемонстрировать его партнерам. Правда, перед этим грустные лошадки величие отдавили. И он отреагировал очень дипломатично. Высказал ноту протеста. Ай, больно в ноге, б***ь! Лавров показал миру настоящую русскую культуру. А Путин показал миру настоящую русскую деменцию. А Курка опять понесло, и он начал на ходу уничтожать десятки тысяч единиц украинской техники. Только в Курской области рыцарь Бледной Луны лично задушил 19 тысяч танков и бронетранспортеров. За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 18-е, да, 26 тысяч потерь. 26 тысяч. Тоже санитарные и безвозвратные. От такой статистики у премьера Индии закрылись все чакры. А у Си Цзиньпина выражение лица было такое, как будто он увидел того самого нулевого пациента, заболевшего коронавирусом. Ну нахер! Наличие некоторых участников этого турслёта немного удивило. Это Турция, страна НАТО, Армения, страна которой неплохо было бы быть в НАТО, и генсек ООН Гутерриш. Этот парень был из тех, кто очень любит играть на ложках или пить кипяток из самовара. Потому что другого объяснения присутствия генсека ООН на этом сходнике нет. Причём накануне Антонио отказался приехать на украинский саммит мира. Как говорится, попахивает гнильцой. Гутерриш, конечно, начал блеять о мире во всём мире, сверкая на фуршете петрушкой и чёрными кринками между зубами. И даже попросился в гости в Киев. Но был послан ещё в поезде. По факту саммит Брикс прошёл исключительно для того, чтобы русский фюрер мог сделать коллективное фото с более-менее легитимными лидерами и показать, что он не изгой. Господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живём. Правда, легитимность некоторых персонажей под большим вопросом. Да, Александр Григорьевич? Сбивайте ему свежего чая. Спасибо. С малиновым вареньем ей, чтобы не простудилась чай. Кстати, пюрешка прямо на саммите начал предвыборную кампанию. Заявил, что идёт на очередные выборы президента Беларуси. Ну как выборы? Ну как президента? Там будут единственные выборы. В каком костюме Лукашенко будет бегать с автоматом по дворцу? В кожаном или латексном? Одно радует, что Лукашенко наконец-то понял, откуда на него действительно готовится нападение. Он заявил, что если Россия попробует присоединить Беларусь, то он будет воевать. Лукашенко пригрозил войной в случае, если Россия попробует присоединить Беларусь к своей территории. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Известиев». Россия никогда не сможет присоединить Беларусь, потому что сделать это дважды странно. А Лукашенко похож на попугая, который сидит в клетке и угрожает хозяину расправой за то, что тот для прикола стреляет в него из воздушки. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Если бы не Сашка Клубень, саммит совсем был бы скучный. Потому что Брикс в принципе не имеет никакого смысла. Эта организация была создана 15 лет назад, как противовес гегемонии Запада. Его извояли так называемые развивающиеся страны. Китай, Бразилия, Индия, ЮАР и Фанерный Рейх. На бумаге цель была догнать и перегнать Европу и Америку. По факту все свелось к ежегодным попойкам, на которых великие мировые двуполярщики ныли друг к другу в жилетку, спали лицом в салатах и грозились вот-вот скукожить ненавистный доллар. Не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы. Через 15 лет они собрались снова, чтобы презентовать миру фантик. Путин показал валюту БРИКС. Сначала все подумали, что это фейк и ИПСО, потому что на купюре даже флаги стран нарисованы неправильно. Но патология Путина оказалась реальной. Итак, начну. Многим показалось, что саммит БРИКС в России это унижение США на международной арене. Плевок в лицо дяде Сэму. Но на самом деле Америка этого концерта даже не заметила, потому что у нее есть свой Бенни Хилл. Трамп полностью забрал все внимание на себя. Он заявил, что предотвратил войну США и Франции. А вот для кого саммит БРИКС стал настоящим унижением – это Россия. Москва на фоне своих мощных экономически и технологически развитых партнеров выглядит бомжом-карликом. О каком равном партнерстве может идти речь между Индией, Китаем, Бразилией и Россией, в которой сливочное масло закончилось? Цены, конечно, ужасные. Людмила Максимовна не в восторге от цен на сливочное масло. Которая просит Казахстан организовать внутренние авиаперелеты, потому что самолеты закончились. Ага, Казахстан! Даже в Бразилии, где большую часть территории занимают джунгли, населенные пауками и анакондами, производят пассажирские самолеты. А в России производят только пену для рта. Путин собрал более успешных кентов и стал клянчить помощь и поддержку. Если не финансовую, то хотя бы моральную. Нищеброд-завоеватель произвел удручающее впечатление на своих так называемых партнеров. Они похлопали всех переигрателя по плечу, кинули мелочь в шляпу, овса в миску лаврову и пожелали успехов в борьбе с мировым капитализмом. А после этого разъехались налаживать связи с этим самым мировым капитализмом. Потому что процент России в мировой экономике меньше, чем либидо Медведева после третьего флакона тройного одеколона. Я обращаюсь к киевской хунте. Слушайте внимательно. Вы можете бомбить наши нефтебазы. Вы можете бомбить наши авиабазы. Вы можете разваливать наши склады. Но если еще хоть один спиртзавод пострадает, вам пи***. БРИКС – это не спасение для России. БРИКС – это последний гвоздь в ее гроб. Все эти так называемые партнеры при первой же возможности раздеребанят и поглотят недоимперию. Высосут все ресурсы. Ассимилируют население. А на пустырях построят северокорейские концлагеря перевоспитания. Идеальная картина мира, на которую заслужили люди, не интересующиеся политикой. Редактор субтитров А.Семкин